Полиана это больше, чем просто девочка из сказки. Ее именем назван самый настоящий психологический феномен. Принцип Полианы это способность человека в любых ситуациях акцентироваться не на отрицательных, а только на положительных моментах. Героиня книги Портера и этого спектакля неисправимая даже клиническая оптимистка. Это история о маленьком Дон Кихоте, я бы так сказала, провела бы такие параллели. То есть девочка, которая в свои юные годы столкнулась со страшными событиями в своей жизни, как смерть ее родственников. Это, по-моему, самое страшное, что может случиться с любым человеком. И при этом умение радоваться жизни. Судьба Полианы на самом деле незавидна. У девочки умерли мать, братья, сестры и отец, бедный пастор маленькой церкви, который ничего не оставил дочке в наследство, кроме умения искать что-то положительное в самых невеселых ситуациях. Даже когда в церковь в качестве пожертвования принесли вместо куклы детские костыли, Полиана радовалась, что они ей пока не нужны. Когда девочка потеряла всех близких, ее приютила у себя тетя Полли. Педантичная, строгая, она не любит детей и вообще находит совсем немного поводов радоваться жизни. Тетя поселила Полиану в маленькой комнате на чердаке и очень болезненно реагировала на всякое проявление чувств девочки. Дело в том, что мы будем, так сказать, самодостаточные. То есть у нас все есть у многих, а у Полианы практически ничего нет. Поэтому она открыта ко всему миру. Это совершенно не сказка. А находить в жизни положительные моменты любой ситуации, мне кажется, это всем будет полезно. Несмотря на не самый радушный прием в доме тетушки, Полиана продолжает играть в радость. И что самое важное, постепенно начинает заражать своим оптимизмом всех окружающих. Может быть, это чувство подхватят и зрители. Во всяком случае, на это рассчитывают постановщики спектакля, ориентированного на возрастную категорию 6+, но адресованного не только детям, но и взрослым, которым почас тоже стоит где-нибудь занять оптимизма. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция МИР.